Игра Престолов Как сделать что-то похожее на Игру Престолов, но уже не Игру Престолов? Какие решения в ней были удачными, а какие нет? Что мы можем сделать лучше и как? Это не приквел ради приквела. У нас есть ряд причин рассказать эту историю. Таргариены — это интереснейшая династия, о которой мало что известно из книг до того момента, когда она уже почти оборвалась. В эпоху правления Таргариенов и существования драконов Вестерос процветал и жил в мире. Все понимали, пойти против Таргариенов — это навлечь на свои головы драконьи пламя. Поэтому никто особо не пытался восстать против них. Несмотря на то, что мы станем свидетелями упадка Вестероса, у нас будет возможность увидеть семь королевств до войны, какими они были в свои лучшие времена. Крайне увлекательно вернуться в период расцвета Дома Таргариенов и увидеть своими глазами то, что именно потеряла Деймерис, и что она пыталась отвоевать на протяжении всей истории. Оригинальная «Игра престолов» — это грандиозная эпопея, объединяющая множество разных историй. У нового шоу такой же огромный масштаб, но фактически это история одной семьи, которая медленно разрывает себя на части. Мы стремимся исполнить все желания нашей аудитории. Мы здесь не для того, чтобы ее разочаровать. И мы дадим зрителям то, что они хотят, просто иначе, не так, как они ждут. Мы не пытаемся вернуться в прошлое, мы пытаемся нащупать нечто новое и увлекательное. С одной стороны, у нас была уникальная возможность дополнить и расширить вселенную «Игры престолов». Но с другой, мы осознавали, что должны дать зрителям полное ощущение того, что они в том же шоу. Моей первой съемочной площадкой стала «Королевская гавань». Я не понимала, неужели коллеги не в курсе, что сегодня так кино не снимают, что совсем не обязательно строить целый замок. Но нет, замок стоит, и все в нем на своих местах. Ты читаешь дома сценарий, представляешь, какой получится сцена, но каждый раз площадка в два раза превосходит твои ожидания. Ты бродишь среди стен, которые выглядят как стены древних дворцов и замков с огромными статуями, и не веришь, что ты здесь. Что нечто подобное существует на Земле. Это невероятно. Декорации и площадки «Игры престолов» были абсолютно прекрасны, костюмы были великолепны, поэтому перед нами не стояла задача сделать что-то лучше. Нам нужно было просто создать не менее красивый мир. Мы сказали себе, что первый сезон будет скромным. Что в первую очередь мы будем стремиться к балансу и глубине во всем, но наше «скромно» все равно получилось очень масштабным. Одно из многих прекрасных достижений Джорджа при создании Вестероса заключается в том, что этот мир получился объемным и многогранным. Ты понимаешь, что эта вселенная насчитывает тысячи лет истории, и что в Вестеросе в хорошем смысле можно действительно потеряться. Я считаю, что хороший вымысел и хорошая драма всегда строятся вокруг персонажей. Дом дракона — это история о простых несовершенных людях, которые могут как любить, так и ненавидеть, и способны как на подвиги, так и на подлость. Я искренне надеюсь, что зрители готовы открыть новую главу знаменитой саги и вновь оказаться во вселенной «Игры престолов». «Игра престолов» была особенным культурным феноменом, но это нечто новое, потому что масштаб истории создается при помощи других инструментов. Тот масштаб, который мы полюбили в «Игре престолов», безусловно, сохранится, однако дом дракона уходит корнями в дом и семью. Я надеюсь, что фанаты получат все, что получили в «Игре престолов», и даже больше. Больше драконов. Субтитры создавал DimaTorzok